вставай на работу кожаный мешок ну еще пять минуточек а представьте роботы заменили нас везде нажимаешь нужные кнопочки программы и отправляешь робота вместо себя на работу ну все давай пока пока а самим можно продолжить спать или заниматься своими делами на сегодняшний день мир настолько роботизирован что по-другому представить и невозможно дома мы просим голосового помощника включить любимую музыку алиса включи утренний плейлист а уборку полов оставляем на робота пылесосов так ты сегодня остаешься за главного целые умные дома и даже умные остановки это наша с вами реальность роботы выдают документы в мфц принимают экзамены у студентов продают кофе и мороженое снимают нас на камеру с воздуха а человек пожинает плоды прогресса мысли конструкторов будущего но нет ли в этом подвоха ведь некоторые из роботов с их человекоподобной внешностью действительно похожи на полноценных членов общества и хочется спросить как старом советском мультике а конфеты вы тоже за меня есть будете но уж нет робот нам конкурент или все-таки помощник первый антропоморфный робот мог появиться еще 500 лет назад в чертежах гениального леонардо да винчи был найден проект механического рыцаря но тогда эта идея не было суждено осуществиться уже в двадцатом веке стало понятно что в некоторых местах без роботов не обойтись например при взаимодействии с радиоактивными материалами для такой опасной работы изобрели механические манипуляторы роботов стали применять в науке а также для покорения космоса казалось бы что они необходимы только в безжизненных и опасных пространствах 2020 год показал что небезопасным может быть банальное общение человека с человеком мире разбушевалась пандемия коронавируса тысячи жертв по всей планете россии не осталось стороне прошло два года но места массового скопления людей по-прежнему считаются небезопасными но вышло так что без роботов и в обыденной жизни не обойтись сегодняшний их образ уже далек от тех механических кукол из эпохи возрождения это уже современные высокотехнологичные изобретения они настолько похожи на людей что издалека не отличишь а их навыки позволяют поступить на настоящую работу знакомьтесь это вера она не отдельный экспонат инженерной выставки а полноценный сотрудник мфц вперми принимает посетителей в одном из окон сканирует документы и формирует нужное заявление например вера может выдать справку об отсутствии судимости но пока не все посетители привыкли к электронному акценту этого работника я испугался если честно когда первый раз увидел пока шарашина стеклянными глазами оказалось что это живой человек который следит за мной и было несколько не по себе такой сотрудник не нахамит не отлучится на обед или в туалет а главное не заразит никакими респираторными болячками внешность этого робота результат работы нейросети искусственный интеллект создал обобщенный образ получилась девушка с русыми волосами и карими глазами но тут запросто могла сидеть копии эйнштейна или кого-либо еще производство таких роботов настоящее искусство как создают подвижное лицо и руки гипер реалистичные глаза и мягкую кожу учит робота говорить и отвечает на нужные вопросы все это мы узнаем на заводе где производит антропоморфных сервисных роботов или как их здесь называют робоси это робот двойник человека или робот дроид благодаря 30 сервоприводом заменяющим мышцы человека он может повторить более 600 вариантов микромимики роботу наращивают настоящие человеческие волосы а голос может копировать тембр оригинала глаза это высокоточные фото радужки так можно придать самую разную внешность в том числе реального человека любого возраста и пола робототехника конечно же это очень интересная индустрия которая с детства появлялась во всех фильмах мультфильмах и мы верили что мы будем жить в мире окруженном робот еще на пятом курсе в университете мы с ребятами делали различных роботов потому что мы понимали что робототехника это одно из самых перспективных направлений для того чтобы сделать первого робота мы арендовали гараж работать было непросто когда шел дождь у нас текла крыша мы приходили и сушили компьютеры и мониторы когда было холодно нам приходилось топить печь но наш внутренний интерес и энтузиазм все эти невзгоды превозмогал первые версии робота были далеки от нынешней модели их использовали как промоутеров в торговых центрах но за 9 лет с момента появления идеи малыш с рекламными текстами построил головокружительную карьеру как и его создатели вместо вечно протекающего гаража на окраине теперь роботехнический завод пять циклов производства на каждого робота используются более тысячи компонентов из них доля отечественных составляет 85 процентов часть изготавливают здесь же сначала собирают скелет робота его металлический каркас далее специалисты по монтажу аппаратных устройств устанавливают кабельные трассы платы и другие электронные компоненты затем самый долгий и творческий процесс создания внешности например рождение дуняши заняло 9 месяцев этот робот произвел настоящий фурор ведь ее прототипом выступил реальный человек я уснула такой простой девушка я проснулась копия робота ровно год назад на этом месте началась история созданий дуняши и на протяжении двух часов я стояла на этом же месте меня фотографировали снимали камеры создавали 3d дизайн моей внешности я показывала эмоции страх злость радость гнев разочарование удивление смех это были часовые съемки день было запрещено дышать шевелиться стоять и смотреть в одну точку а это процесс создания первой модели робоси прототипом который стал директор компании алексей южаков на основе фотографии специалисты создают 3d модель внешности робота по ней печатают форму заливают силикон и после застывания получают оболочку человекоподобного робота то есть кожи это на словах лишь быстро а на деле мастерам пришлось перепробовать десятки вариантов составов толщины и мягкости это далеко не идеал мы еще будем совершенствоваться естественно и разработки ведутся сложность в том что нужно выдержать правильную толщину в первую очередь если он будет слишком толстый у него будет плохая мимика он будет плохо двигаться будет неподвижный если он вы слишком тонкий будут просвечивать какие-то детали которыми крепление сервоприводы которые создают эту мимику плюс она будет больше растягиваться и быстрее обвисать то есть робот может стареть как человек да ничто не властно на силы притяжения далее модель обрастает волосами и ресницами бровями не позволили поучаствовать в одном из самых трудоемких и долгих процессов наращивания волос вот представьте вот такую пышную шевелюру наращивают вручную только вдумайтесь 8-часовой ежедневный труд в течение двух недель нескольких сотрудников компании покажите как это вообще делается происходит берется прядка волос берется специальный инструмент и каждый волосок вставляется в кожу этим специальным инструментом пробуем достаточно такой трудоемкий процесс потому что волосы мягкие норовят выскользнуть представлять это настоящий человеческие глаза созданы по принципу настоящих офтальмологических протезов мастера учитывают все мелочи в том числе при заливке уровень переломления света это чтобы взгляд был живым они стеклянным тем кто создает внешность робота нужно проявлять самые разные таланты от химика и протезиста до визажиста правда процесс нанесения макияжа на робота лишь отдаленно напоминает человеческим один слой помады с около семи часов а их нужно нанести было 57 и даже где-то в местах 10 иногда уходила по два-три дня только на контур губ а про глаза я уже вообще молчу но важно не только внешность чтобы дроид стал похож на нас важно научить его говорить и отвечать на вопросы и вот мы наверху в чистой зоне в так называемом головном мозге компании здесь сидят руководство сотрудники которые не участвуют в сборке и производстве тут трудятся логисты и маркетологи бухгалтеры программисты и project менеджеры все те без кого бы роботов не существовало а также целый отдел сотрудников который учит робота общаться речевые модули фразы распознавание речи всем этим занимается команда лингвистов пермский робот может поддержать разговор и изъясняется на 10 языках благодаря чему география трудоустройства простирается аж в 36 странах мира в основном информацию робот ищет онлайн но возможно общение и без подключения к интернету правда иногда может возникнуть недопонимание что касается дикции интонации разумеется у всех людей она уникальная индивидуальная у нас у всех есть свои акценты и естественно роботу бывает так что ему кого-то услышать проще чем другого человека плюс очень важный момент многие люди общаются с роботом впервые и поэтому они подходят к роботу и тихонечко его спрашивают им как бы немножечко неловко что я здесь говорю с роботом они так ну расскажи как у тебя дела дела как у тебя как ты поживаешь и робот а робот все таки но вот как вот наша с вами речь более громкая скажем так более отчетливая ему приятнее все таки распознавать вот такое и когда более привычное каждый из роботов наделен своим характером экзаменатор непредвзятостью и деловым подходом сотрудник мфц доброжелательностью а привлекательная дуняша стала настоящей народной любимицей самое главное что мы старались мы этого добились ее очень любят дети у дуняши есть поклонники поклонницы и есть молодые люди которые перед садиком перед школой летом заглядывали к дуняши ежедневно робот постепенно становится нам не только надежным товарищем коллегой но и другом но не получится ли так что однажды он лишит нас работы сотрудникам креативных профессий не стоит переживать у роботов нет сознания и нет возможности что-то созидать также не стоит переживать сотрудникам профессии где работа грязно опасно и скучно поскольку роботы их рабочие места не заменят они их дополнят и снимут с них не очень привлекательные элементы труда эх а я уже в какой-то момент размечталась спишь бывало в уютной кроватке а робот интервью за тебя записал текст отредактировал а зарплату в итоге тебе начислили вот это я понимаю мечта сыроежкина наяву программисты и разработчики это одно и то же называю вам головной познавание речи речевые команда лингвистов я чуть в обморок не упал почему